Добрый день! И мы с вами находимся в недельной главе «Ваишлах». В нашей главе два противостояния Якова с Исавом на физическом и на духовном уровне. Яков борется с ангелом, духовным хранителем Исавой. В ходе этого противостояния у него происходит смещение бедренного сустава. С ангелом — это борьба на духовном уровне. И как пишет об этом Тора, И остался Яков в одиночестве, и боролся с ним некто до восхода зари. И тот увидел, что ему не одолеть, и коснулся его бедренного сустава, и сместился сустав бедра Якова в борьбе его с ним. И далее говорит нам Тора, «И потому до сего дня не едятся на Израиля седалищнего нерва, что на бедренном суставе, потому что тот коснулся бедренного сустава Якова, и седалищного нерва». Седалищный нерв — гида наше, и соединенные с ним сухожилия и нервы, расположены в задней части туловища животного. И если вас волновало, почему вы нигде не можете найти кошерный рамштекс, можете спокойно винить в этом нашего праотца Якова и его схватку с ангелом, хранителем Исава. И получается, только потому, что 4 тысячи лет назад у одного из моего предков произошло смещение бедренного сустава и должен сдерживать свои гастрономические порывы. Почему надо помнить об этом? В чем смысл? Один из мудрецов XII века, раби Шмойль бен Мейер, Рожбам, внук Раши, он предлагает следующее объяснение. Схватка между Яковом и ангелом Исава произошла как раз перед надвигающейся встречей Якова с его братом-близнецом. Исав шел во главе 400 вооруженных воинов, и Яков на самом деле испугался. Как сказано, и устрашился Яков очень, пишет об этом Тора. И спланировал Яков сбежать от Исава. И как объясняется в трактате «Хулин» Вавилонского Талмуда, он даже уже перебравился на другой берег реки Ябок. И остался Яков в одиночестве, продолжает Тора, и именно в этот момент и нападает на него ангел. И согласно Рожбаму, причиной для вступления ангела в схватку с Яковом было то, что он хотел заставить его остаться на месте, не дать ему пуститься в бегство. И похоже, что Яков был слишком близок к тому, чтобы сделать эскапизм своей моделью поведения. Эскапизм — это от эскейп — исчезнуть, улизнуть. Он сбежал из Бершевы, когда Исав грозился его убить. Он посреди ночи сбежал от Лавана в Харане, когда боялся, что Лаван не даст ему вернуться на родину. И теперь он снова готовится убежать от Исава. В любой момент теперь мог произойти очередной ночной побег. А повторение действий третий раз может придать ему силу хазаки, силу привычки, которая становится нормой поведения. Но, видимо, Всевышний не хотел, чтобы философия эскапизма стала еврейским путем жизни. Таким нельзя было сформировать генотип еврея. Поэтому ангел сместил бедренный сустав Якова, чтобы не дать ему возможности убежать. Теперь Якову ничего не оставалось, как бороться. И в конце концов он победил ангела и заставил его благословить. И сказал он, уже следующая цитата, «Как твое имя?» И сказал он, Яков. И ты сказал тот, не Яков должно быть впредь твое имя, а Израиль. И имя Израиль означает достоинство, способность держать победу, власть. И корень этого слова Сар – важный, уважаемый человек, еще и вельможа, министр, князь. И Сар-Эль – это большой, важный человек Бога. Все прекрасно знают, что Яков, выйдя из чрева матери вслед за Исавом, держался за его пяту, почему и получил такое имя. Но слово Яков означает также «обойдет», «перехитрит». То есть имя Якова содержит намек, что он хитростью, изворотливостью добился своего первенства. Теперь же, после благословения ангела Эсава, никто не скажет, что Яков получил благословение хитростью. Каждый потомок Якова должен выучить этот урок. Каждый из нас должен стать сыном Исраиля. Такие качества, как бесстрашие и смелость, сила и умение побеждать – вот отличительные черты Израиля. Когда мы перестаем убегать от наших проблем, а встречаясь с ними лицом к лицу, со стойкостью и мужеством, мы обретаем высшую степень еврейских качеств. Мы переходим от еврея Якова, который все мучается, хитрит, боится к состоянию Израиля, где нас ждет триумф. Когда мы готовы встретиться со сложной ситуацией, и преодолевать ее, вместо того, чтобы сбежать, мы из борцов становимся победителями из кроткого, изворотливого Якова, доминантным Израилем. Если мы сможем перейти от смиренности к уверенности и твердости, тогда история борцовской схватки Якова будет иметь смысл и продолжить вдохновлять нас на то, чтобы становиться сильными личностями, такими, как мы можем быть благодаря генотипу, сформированному нашим борцом Яковом. И смещенный бедренный сустав, таким образом, достоин вечной памяти. Каждый раз мы должны вспомнить, что он может и должен стать лучше. Каждый из нас мы можем и должны стать лучше. У меня есть этот ген. Во мне скрыта энергия и сила Израиля. И незначительные джества, на которые нам приходится идти, отказываясь от некошерной филейной части животного, стоят этого. И в целом это уже достойно промежуточного лыхаема. Но еще несколько слов, еще один аспект этого сюжета. Вспомним опять правило Маосеаот, Симан Лебаним. Деяние отцов – знак для сыновей. С нами происходят похожие, близкие процессы на каждом витке истории. Мы, как народ, так и лично будем сталкиваться с подобными ситуациями, с которыми сталкиваются наши праоцы. В частности, вот эта борьба Якова с Исавом. Это столкновение с Исавом, как физически, так и на духовном уровне, продолжается на протяжении всей нашей истории. И наш сюжет о противостоянии именно на духовном уровне. Ведь Исав – это не только архетип европейских народов, это физический, на фотофизический уровень. А на духовном – это еще символ сил, пытающихся свести евреев с пути Торы и разрушить веру в Творца. И, как мы уже смотрели цитату в Торе, перед началом борьбы Яков остался в одиночестве. И комментирует Раши, объясняет, что в ту ночь Яков, переведя всех детей и жен на другую сторону реки и обок, он вернулся, чтобы забрать мелкую утварь. И тут-то и боролся с ним некий муж до восхода зари. То есть, как только еврей, привлеченный материальными некими ценностями и вещами, остается в одиночестве, то есть не в своей, не в нееврейской среде, с ним тут же начинает бороться Исав. Борьба идет непрерывно, как сказано, до восхода зари. И в Танахе голут, он называется ночью, а избавление, понятно, утром. То есть, мы обречены на борьбу за наши еврейские ценности, пока не закончится наше изгнание, в котором мы сейчас находимся, пока не придет Машех, до восхода зари. О чем тогда, что ангел вывихнул бедренный сустав Якова, и Яков какое-то время хромал? Тора иногда называет сынов Израиля вышедшими из бедра, то есть, из чресел Якова. То есть, получается, что если бедро Якова повреждено, это обязательно скажется на его потомстве. Почему разговор о потомстве? Взрослый человек, попадая в дурную среду, еще способен устоять. Но на детей влияние среды огромно. И нам, к сожалению, известны такие картинки, когда отец в пятницу вечером сидит за столом и освещает субботний день благословением на вино с семьей, с женой, в смысле. А дети где-то в театре или на вечеринке. Лоа Лейну не про нас будет сказано. Это и есть Яков хромает. Это повреждение нашего народа, произошедшее тогда, более трех тысяч с половиной лет назад, проявится в будущем и на протяжении всей истории. Именно его имеет в виду Тора. Но сказано у пророков, в частности, у пророков Яшаягу, не буду вас перегружать цитатами, что, конечно же, мы все это преодолеем, и в попытке как физического, так и духовного уничтожения нашего народа потерпят крах, ангел покровителя Сава на исходе ночи, то есть Галута, хочет уйти. Но Яков не отпускает его, пока тот не даст ему благословения, то есть не признает, что благословение, данное Якову и Цхаком, было законным, и что наследие отцов-праведников принадлежит именно Якову, принадлежит по праву. И побежденный враг отвечает, не Яков будет имя твое, как мы уже говорили, айс-ройль. Но дальше важная часть. И теперь ты в почете у ангелов и людей, и ты победил, признает ангел Исафа. И мы надеемся, что мы уже близки к этой победе, близки к счастливому времени восхода зари. Пусть случится это в скорости нашей дни. И пока это не пришло, я желаю нам всем сил и выносливости, сил найти и взрастить в себе ген Исраиля, сил выставить в борьбе, в первую очередь, за детей с голодным окружением, силами, пытающимися увести нас и наших детей от наших еврейских ценностей. Выносливости, держаться своего пути на длинной дистанции. Брахава и Цлаха. Остаемся и дальше в поисках смысла.